Здарова, народ! Добро пожаловать в новую серию по Жиге. Приехал сейчас на наш лёд, точнее, ледовый трек, но что-то тут никого нету. Приехал со стороны Екатеринбурга по Серовскому тракту, так мне было быстрее с работы. Вроде договорились с пацанами в 7 на лёд, но что-то никого нету. Видимо, все ещё на картодроме. Тут близко, сейчас я поеду на картодром, значит, буду их искать. Просто, чтобы вы знали, где у нас находится ледовый трек, он находится у нас в такой, если честно, небольшой жопе, что вот приходится ехать вот по такому, грубо говоря, сказать, лесу, по такой степи вдоль трассы, вот, ну, отдельно от неё где-то в метрах в 50. Нас разделяет ещё одно какое-то болото. Вот сам трек тоже находится на каком-то болоте здесь, на большом, на крупном, типа озере нашем местном, ну, не знаю. Но дорога не для пузотёра, это я могу вам сразу сказать. И одному тут действительно, если застрянешь, придётся долго ждать помощи. Ну, в принципе, сюда частенько кто-то заезжает из знакомых. Ну, просто из драгрейсинг нашего клуба. Так что, в принципе, ну, особо не думаю, что долго придётся куковать. Ну, в принципе, сейчас понедельник вечер, как бы, ну, всё равно. Вроде Рождество, но не думаю, что сегодня кто-то приедет сюда. Потому что по следам, как бы, ну, днём машина только могла приехать, и всё. А так всё уже забинтено. Походу, меня сегодня обманули. Даже приехав на картодром, никого не нашёл. Видел, только одна Жика выезжала, но это не из наших кто-то был. Ну, что ж, обидно. Видимо, сегодня никто кататься не собирается почему-то. Всё объездил, так что еду сейчас домой. Прокатился сейчас, конечно же, по картодрому. В принципе, во много лучше здесь обстоят дела по поводу покрытия. Здесь ещё никто ничего не прокатал, как раз приехал. Есть отличный зацеп. То есть, для моих колёс, у которых нету сзади шипов, это отличный вариант. То есть, в прошлый раз, я помню, с парнями здесь катались. Очень долго катались. И я так прикатался, что прям нашу длинную дугу проходил на третьей. Для меня это что-то такое было впервые, потому что я совсем уже дрифтить не умею. Чуть-чуть попробовал в паре. Ну, в принципе, что-то получается. Ладно, поскольку сегодня по картушке не намечается, еду домой. Приехал сейчас домой, заезжал попутно в шиномонтажку, чтобы поменять колёса, ну, задние колёса местами. На одном колесе у меня оказалась грыжа, прям, ну, на внешней части. Это была единственная грыжа, ну, то есть, она и остаётся на, ну, комплекте резины, которую я купил. Матиска, напоминаю, тринадцатая. И, в общем, её натерло аркой. Я боялся, что у меня, как бы, взорвётся колесо. И, ну, решил заехать, получается, и убрать её вовнутрь. То есть, ну, вы видите, что с этой грыжей становится. Поэтому я решил не рисковать. Но я совершенно забыл, что у меня, ну, стоят камеры. Я поставил специально, потому что задние разварки, они широкие. И просто взрывом их бы не получилось. Ну, может, и получилось бы, но я не стал заморачиваться. Я решил сделать так, чтобы я на любую шинку мог заехать. Мне заклеили камеру, и я поехал дальше. То есть, я забыл, что у меня стоят камеры. Странно, почему я забыл. И, слава богу, что грыжа была заклеена уже. То есть, внутри стоит заплатка. То есть, она бы, если бы её протёрла, ну, возможно бы, она бы не взорвалась. Ну, по крышкам, я имею в виду. Но я всё равно, у меня уже натерло так достаточно на боковине арка. И я убрал просто вовнутрь. Пофиг, переплатил денег, но зато я спокоен сейчас. Потому что всё равно я собираюсь ронять машину, ну, заднюю часть ещё ниже. Потому что, напоминаю, у меня сзади стоят подпружинники. То есть, над пружинами. Вот такие вот толстые резинки, которые я буду сейчас убирать в скором времени. В прошлый раз я вам не показывал блок двигателя, который я у меня приехал. Блок от Калины. 1.6. Восьмиклоп. Да, чуть-чуть он уже тут у меня пока лежал. Начинаю потихоньку ржаветь. Ну, думаю, это пока не страшно. Сейчас вот подальше отодвину, чтобы у него снег не падал. И чем-нибудь накрою. Вот, красить, наверное, я его буду в чёрный цвет. Понятно, что мы ещё отправим его дополнительно на расточку. Под поршни и по всякому вот эту прочую лобу день. Но я не знаю, если в этом году у меня получится найти голову, собрать голову нормальную от шестнаря, ну, приоровскую найти, то, значит, мотор соберу полностью. Если нет, то голову я оставлю свою, только поставлю пока, ну, низ весь. 1.6, то есть, поршнями от приоры и всякое вот прочее, вот прочее. Так что пока, не знаю, потихоньку нахожу все запчасти. Мне ещё надо заниматься жигой. Давненько я не заходил к себе на склад. Лежат тут мои 14-е тормоза. Это вот эти вот новые суппорта, которые я покупал вместе с рычагами. В колодке мои тоже 14-е новые стоят. Lada Sport. Ну, это уже коробка другая просто. По-моему, здесь 14-е должно быть, да. 14-е диски тормозные, на которых я долго ездил. Приоровские. Новые бархотки, кстати, у меня лежат на жигу. Мой так и не доделанный спойлер. Пластик на 11-ю, камеры. Хром тоже на двери валяется. Бампера. Там что-то копеечные оставались. Вот задний от шестёрки лежит. Так что, кому надо, обязательно спрашивайте. То есть, отдам не за дорого. Механизм мой стеклоочистителя на 11-ю. И стандартные стойки. То есть, с четырки. Полный комплект вместе с пружинами. Ну, обычно вазовский. То есть, на котором я ездил в отпуск. То есть, хорошо себя проявила подвеска эта. Также, наконец-то, мне сегодня приехали ништяки. Привез мне сегодня курьер А-образный рычаг на жигу. Заказывал с турботемы. И привезли мне сегодня хромированные тоже пороги. Заказывал я с Екатеринбурга. То есть, ну, в таком более-менее состоянии живом. Есть чуть-чуть такие вот рыжики. Но я думаю, это ничего страшного. Если полирнуть их, думаю, будет нормально. Достались они мне за 300 рублей. Всё, тут один и вот второй. Решил перетянуть заднюю полку. Куда буду устанавливать колонки в жигу. Прошлый хозяин не поленился и захреначил столько степлера. Что вот сейчас плосканками начинаю потихоньку убирать эти кучки. Перетягивать буду вот в такую вот ткань. Орехового цвета, ну, или кирпичного. Поверх карпета, чтобы было мягко. Иначе можно посадить за нозы. Надеюсь, будет красиво. Вот, содрал я этот ковролин. Точнее, карпет с нашей деревьяхи. Приклеивать его буду вот на такой вот клей в аэрозоле. Американский. Также дополнительно по краям и с обратной стороны строительным степлером. Это всё дело к доске в присандалю. Вот будет такой цвет задней полки. Кирпичный, под цвет сидений. Сначала я сделаю карпетом. Дополнительно я его пропылесосил, почистил. При шпандоре я его нормально. По-человечески. И потом сверху уже тканью, чтобы была мягкость какая-то. Иначе, если сразу приделывать эту тоненькую ткань, это единственное то, что было, к этой доске, то можно насадить за нос. Будет жёстко, будет громыхать всё и будет не очень красиво. А так хотя бы будет какой-то объём. Думаю, получится всё очень здорово. Вуаля. Лёгким способом монтажа. Обычная полка превращается вот в такую красивую штуку для музыки. В жигу. Под заднее стекло. Перетянул, получается, вот эту тканью кирпичного цвета. Которую я сейчас показывал. Опять же, снизу под этим всем делом находится карпет. Я его приклеил на клей, который в баллончике был. А ткань я уже приделывал на степлер с обратной стороны. Потому что на клей это дело очень плохо клеится. То есть, есть риск, что оно просто отпадёт здесь по краю и всё. А так я и приклеил, и дополнительно закрепил на степлер. Приобрёл я вот такие вот 20-чики. Я сначала думал, что у меня здесь будут 16-чики стоять. Но 16-чики оказались слишком маленькими. И они провались в дырки. Так получилось, я нашёл человека, которому нужны были мои колонки. И я, получается, выцепил у него вот эти вот 20-чики. В хорошем состоянии. И, получается, у нас вышел бартер. То есть, я поменялся и доплатил буквально 300 рублей. Лишь из-за того, что у меня был порван один тот динамик. Ну, мой, который я ему отдавал. Но, опять же, когда я их начал ставить в полку, вот внутренняя часть у динамика, ну, как бы не помещалось в отверстие. Лишь из-за карпета, наверное, с тканью, либо из-за кривых рук того, кто это дело выпиливал до меня. И вот получилось сегодня приобрести вот такие вот проставочки деревянные. Удачно я их сейчас покрасил монтаной в кирпичный цвет под сиденья. То есть, вот как раз под стать тканей. И особо даже не скажу, что что-то выделяется. Закрепил сразу на нормальные саморезы по дереву, которые не ржавеют. То есть, вот так это всё дело выглядит. Думаю, будет очень круто звучать. А, вывел, кстати, я у них вот эти вот подключения обувь динамиков в одну сторону. То есть, не вовнутрь оба, то есть, в одном направлении. Чтобы я провода пустил с одной стороны, подцепляться к одному динамику. И следующий идёт сразу к следующему. Чтобы не было такого, что идут два провода. Один разворачивается сюда, цепляется один прямо. А чтобы попутно один подцеплялся к одному динамику, и второй к другому. Ну вот всё, осталось проклеить заднюю часть у жиги. Поставить полку. Да, пришлось, конечно, тут натягивать. Это сделано специально, чтобы можно было натянуть вот эту ткань. Потому что она, если что, на разрезе очень легко может порваться, если потянуть. Поэтому пришлось вырезать такое, ну, небольшое солнышко. И тихонечко натягивать, проклеивать. И потом ещё дополнительно на степлер. Но опять же, сейчас вот эти вот деревянные кольца с саморезами их прижали. То есть, ну, ткань прижалась. И получилось очень аккуратно. Всё натянуто. И мягко. Так сказать. Купил я сегодня, значит, шумоизоляцию. Вибропласт вот с такими девушками. Три миллиметра толщиной. Потом спленет. Четыре миллиметра толщиной. Это дело, вот я сейчас вырезаю вот по такому вот трафарету. Шумоизоляцию или теплоизоляцию из жиги в задней полке. То есть, получается, вот под эту вот мою хрень. В общем, вот уже готовый результат. Отталкивался я лично от этой шумоизоляции, чтобы была точно такая же толщина. То есть, около 8 миллиметров в общем. Надеюсь, будет от этого большая польза. Сделал сразу по трафарету. Потому что один фиг там железо. И в железе овальные вырезы. То есть, я мерил штатную шумоизоляцию. Она хорошо очень сидит. То есть, все аккуратно. И принял решение сделать прям по ней. Вырезал сначала спленет. И потом уже взялся за виброизоляцию. Делаю это дома. Потому что, чтобы завтра, когда я буду это все дело клеить, я не маялся в машине или там на крыше, на багажнике что-то вырезал. А сразу взял и приклеил. То есть, займет это буквально одну минуту. Потому что там уже все разобрано. Также сегодня купил провода. Сидел, паял. Вот, взял 10 метров вот такого акустического провода у нас в магазине. По 30 рублей метр. Это, думаю, что дорого. Можно было найти дешевле. Но я не стал. Вроде качество хорошее. По обоим концам припаял наконечники мамы. Также их заизолировал. Также здесь тоже изоляцию поставил. Чтобы провода не расходились пополам. Потому что они, когда будут стоять в колонках, вот здесь вот, то они никуда не разойдутся. И будут плотно сидеть. Кстати, а там белое, это клей, если что. Так уж досталось. Как я буду делать? Получается, оба конца, вот еще второй конец, не стал ничего резать. Я просто возьму этот подключу, этот подключу. И сразу вот эти два провода поведу до нужного мне места. И там перекушу просто одновременно. И не надо будет по отдельности два провода вести. А сразу оба, конечно, проведу к магнитоле. И будет мне нужная длина. Не будет никакой запары. Еще даже провод, надеюсь, останется. Также купил еще здесь один лист 2-х миллиметровки. Брало, кстати, три листа 3-х миллиметровой и один лист 2-х миллиметровой. А с планета я взял два листа 4-х миллиметра. Обошлось мне это все дело в тысячу рублей. Все вместе. И плюсом лампочки стадиодные. И вот настал, наконец-то, следующий день. Сейчас я буду шумить машину. Значит, какой вот у меня план. В планах поменять личинки замков дверей и багажника. Также подпроклеить двери и поставить дверные карты. Плюс вам всякий там хром навешать дополнительно. Также с водительской стороны, чтобы уже сегодня закончить двери. Также поменять личинку в багажнике. Проклеить заднюю полку. И что останется, наверное, под бородочком проклею. Проклею. Но это не знаю точно. Чтобы в гараже было тепло, я прогрел полностью машину на улице. То есть двигатель до нормальной температуры. И также салон прогрел, чтобы в нем была жара. Полностью очистил машину от снега, где только мог. Открыл быстренько ворота. Закатил, закрыл. Все открыл у машины. То есть капот, двери. Заглушил мотор, но включил печку. Чтобы из салона вся жара как бы вышла в гараж. И двигатель тоже отдавал жаром. Чтобы в гараже быстро стало тепло. Но в принципе, уже пара нету. Где-то, ну, может, плюс 5-8 градусов точно есть в гараже. Вот сейчас еще фен у меня работает строительный. В салоне греет. Вот. Также сейчас я принесу шумку из тепла. И можно будет уже клеить сразу. Пока она горячая. Ждите следующих выпусков. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк обязательно. Это помогает мне в продвижении моего канала. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ставьте лайки тоже там. Следите за новостями. Там о предстоящих видосах. С вами был Серега. Всем пока.